всем привет это первый выпуск передачи перевал дятлова правда и ложь тема перевала дятлова в последние годы активно муссируется в различных сми в попсовых передачах на паранормальные темы где все тексты читает один и один и тот же диктор с шоколадным голосом плодятся книги плодятся статьи где выдвигаются различные версии что же произошло с туристической группой под руководством игоря дятлова в начале 1959 года почему погибли ее участники я я решил сделать цикл передачи на эту тему чтобы разложить все общедоступные сведения по полочкам и на основе только этих общедоступных обнародованных сведений выдвинуть определенную версию того что же случилось в местности которая сейчас называется перевалом дятлова для тех кто вообще не в курсе темы я сделаю кратенькое предисловие в конце января 1959 года группа туристов отправилась в поход высшей категории сложности на северный урал чтобы познакомить вас с участниками группы дятлова и чтобы дальше мне было проще вести рассказ я покажу фотографии это снимки из последнего похода группы дятлова снимки найденные уже поисковой группой так вот это зинаида калмогорова это юрий юдин единственный кто уцелел из группы дятлова на каком-то этапе сойдя с маршрута это юрий кривонищенко вот это люда дубинина юрий кривонищенко николай тибо бреньюль и рустем слободин он же рустик на сходном снимке мы видим люду зину тибо и рустема слободина вот это юрий дорошенко вот люда дубинина тибо золотарев золотарев просил чтобы его называли сашей александром но паспорт на его имя семён и на заднем плане идет слободин вот привал сидит игорь дятлов юра дорошенко и саша золотарев так но это не из походного снимка не из этого похода тоже вот игорь дятлов тоже вне походных снимков александр колеватов в двадцатых числах группа дятлова готовилась вот мы видим как идет золотарев с мешком сидит зина вот эта подготовка к походу разложены вещи в середине фотографии сидит игорь дятлов в шляпе тибо выглядывает отсюда слободин и сидит люда вот сбоку тут собирается в поход 23 января группа дятлова поездом вместе с туристической группой другой туристической группой под руководством блинова выехала из свердловска в город сиров 24 января рано утром они прибыли в сиров и пересели на поезд поехали в город и вдоль тоже вместе с группой блинова к и в долю они добрались ночью переночевали на вокзале потом 25 января из и в доля вместе с блинов сами утром они поехали в поселок вижай остановились там в клубе и в гостинице ночевали там до 26 числа и 26 числа января на грузовой машине уже без группы блинова отправляются в сорок первый поселок ныне заброшенный вот на фотографии это как раз из кузова это грузовой машины юра дорошенко юдин дятлов тибо зина люда золотарев свободен немного в другом ракурсе то же самое на грузовике ребята прибывают в сорок первый поселок вот он на фотографии здесь общаются с местными рабочими это по дневниковым записям не заключенные были а завербованные рабочие общаются с ними записывают от них мансийские слова в свои дневники смотрят в этом поселке три фильма в людях есть такой парень и золотую симфонию золотую симфонию они смотрели и незадолго до этого в и вдали золотая симфония это трофейный немецкий фильм переночевав в сорок первом поселке на следующий день дятловцы прощаются с гостеприимными хозяевами в дневнике зины калмогоровой сказано сегодня первый день пути рюкзак ничего тяжеленький до уходит юра юдин от нас сегодня уходит у него снова воспалились седалищные нервы и он уходит а так жаль в рюкзаки распределили груз его выходит в последний день видим какую-то бы не было цивилизацию печку людей и так далее сегодня согласились наши рюкзаки отвезти на лошадях и мы ждем когда они будут готовы а сами пойдем на лыжах вот мы видим как раз зина стоит разговаривает с юдиным но юдин не покидает пока мест группу дятлова он отправляется с ними дальше к следующему их пункту назначению с поселку северный 2 вот это еще 41 участок прощание с местными и вот уже выходят вверх по течению замерзшие речки лозьвы и идут по лозьве к северному 2 помогает им в этом местный житель дедушка слава на лошади он везет поклажу дятловцев к тому же у дедушки славы было на втором северном свое дело обратно он вез трубы а вот и северный 2 выдержка из дневника зины за 27 января целый день шли спереди лошади сзади лошади по речке лозви часто влетали в налить чистили лыжи пришли уже в темноте долго искали избу с окнами и дверьми 2 северный это заброшенное селение здесь совсем никто не живет а какие красивые места здесь просто часовая камни на берегах стоят какими-то утесами известняк белые сегодня идем несколько километров по реке лозьве а потом переходим на речку ауспию но во втором северном ребятам пришлось заночевать вместе с дедушкой славой причем выбирают избу рядом с которой есть прорубь а морозы стоят лютые и откуда же прорубь в заброшенном поселке следовательно непосредственно до прихода дятловцев кто-то там побывал или продолжал находиться в поселке но это не нашло отражение в известных нам дневниках участников похода на другой день они сходили в находящиеся около северного 2 кернохранилище вот мы видим юрия юдина с куском породы керном довольно тяжелая штука дятловцев покидает на лошади дедушка слава а юдин еще какое-то время остается с ними но затем на лыжах с воспаленным седалищным нервом и тяжеленным керном в рюкзаке уходит и он вот прощание юдина с людой стебо с дятловым а вот юдин прощается с зиной и золотаревым наступает время покинуть поселок и дятловцев вот фотографии где дятловцы покидают поселок и по общеизвестным дневникам можно судить что поселок должен быть пуст однако мы видим что вдали стоит какой-то человек возможно он но не буду предполагать что он делает он в распахнутом пальто может быть он что-то чистит лопатой подождите но ведь считается что поселок был пуст оттуда уже ушел дедушка слава ушел юдин уходят дятловцы а кто же остается в поселке к этому вопросу мы еще вернемся позже так и вот уже удаляется северные 2 по берегам стоят скалы останавливаются на привал зина пишет возможно она пишет именно следующие строки за 28 число вот прошли первые 30 минут конечно рюкзак ничего тяжеленький но идти можно первый день ведь всегда трудно двигаются дальше по лозви по пути фотографируются 29 числа зина пишет сегодня юрка именинник идем сначала по лозви потом на ауспию свернули ауспия это приток лозви места красивые вдоль ауспии проехали маньцы виден след зарубки видна тропа на тропах часто знаки встречаются интересно о чем они пишут сейчас мансийская тропка сворачивает на юг а вот и мансийские знаки интересно о чем они пишут из дневника зины калмогоровой за 30 января идем по ауспии айсер айсер на языке мансии значит холодно мансийская тропка кончилась лес хвойный с утра солнышко было а сейчас айсер весь день шли вдоль ауспии на мансийские тропки стали на ночлег колю сегодня не заставили дежурить и дежурили мы с рустиком сожгли варежки и вторую фуфайку юркину он ругается все время сегодня наверное будем строить лабаз а вот и на фотке кривонищенко фуфайки вот 30 числом дневник зины завершается впрочем там еще и у нее есть приписанное чем светлее тем цифра диафрагмы больше а диаф меньше света на пленку меньше больше выдержка диафрагма тире сжатие и последнее слово ее дневника ремпель однако поход продолжился и дятловцы идут идут навстречу своей смерти был еще общий дневник группы которые все участники ее ввели по очереди последняя запись там за 31 января сделано игорем дятловым группа постепенно отделяется от ауспии делает подъем затем ищут место для ночлега спускаются на юг для этого в долину ауспии и дневниковая запись завершается следующим ужинаем прямо в палатке тепло трудно представить подобный уют где-то на хребте при пронзительном вое ветра сотни километров от населенных пунктов а всего несколько дней спустя дятловы ставят палатку на хребте на голом склоне подверженным всем ветрам и бурям и затем уже поисковики находят эту палатку покинутую разрезанную сбоку и следы спускающихся вниз по склону необутых людей согласно графику маршрута группа дятлова должна была 12 февраля прибыть обратно в вижай и телеграфировать спорткомитету свердловска о завершении похода этого не произошло и в свердловске спешно стали организовывать поиски к поискам были привлечены различные ведомства и продолжались эти поиски всю оставшуюся зиму и весну по май месяц когда были найдены тела последних погибших разумеется по произошедшей трагедии правоохранительные органы открыли уголовное дело причем открыто оно было за шесть дней до того как у группы дятлова истек контрольный срок то есть контрольный срок истекал 12 февраля отдела вот как мы видим открыто 6 0 2 1959 это число на обложке не ошибочно кстати любопытно проследить изменение обложки дела но в разных архивах меняют обложку обновляют ее но числа то открытие дело и его закрытие остаются прежними вот здесь мы видим том 1 в 400 листах а вот на таком варианте мы видим на 403 листах вот более ранняя обложка дело том номер 1 и вообще делал в двух томах но вот том 1 на 392 листах причем раньше было на 387 листах и перечеркнуто то есть состав дела с течением лет менялся в него добавлялись какие-то новые документы когда кем почему непонятно дело вел прокурор криминалист лев иванов другой ключевой фигурой поисков является радист егор неволен он был при поисках все время осуществляя связь так сказать большой землей 1990 году лев иванов в газете ленинский путь выступил со статьей о заглавленной тайна огненных шаров в ней он писал изучение дела теперь полностью убеждает да и тогда я придерживался версии гибели студентов туристов от воздействия неизвестного летающего объекта на основании собранных доказательств роль НЛО в этой таргедии была совершенно очевидной корреспондент богомолова который я давал интервью своей публикации утверждает что прокурор криминалист иванов в то время четко высвечивал причина гибели людей неопознанный объект хотя зашифровал его в конечном документе словами действие непреодолимой силы на вопрос корреспондента изменил ли я за эти 30 лет свой взгляд на причины гибели туристов я ответил что изменил только взгляд на технику воздействия если раньше я считал что шар взорвался выделив совершенно неизвестную нам радиоактивную энергию то теперь я считаю что действие энергии из шара было избирательным оно было направлено лишь на трех человек когда я доложил А.Ф. Ештокину о своих находках огненных шарах радиоактивности тот дал совершенно категорическое указание абсолютно все засекретить опечатать сдать в спецчасть и забыть об этом надо ли говорить что все это было точно выполнено а вот выдержка из интервью Евгения Зиновьева с Егором Неволиным Неволин пробыл на поисковых работах все время все эти месяцы зимы по весну включительно и вот Зиновьев спрашивают у Неволина а ты сам то какой версии придерживайся Неволин отвечает я больше всего склоняюсь к версии вот этих вот огненных шаров что это за их физическая суть свидетели как раз и говорят о том что где-то с 1 на 2 февраля в общем в этих числах это было небольшой комментарии со стороны считается что дятловцы как раз погибли с 1 на 2 февраля затем Зиновьев спрашивает а свидетели ты помнишь это там на севере Неволин отвечает да сейчас уже можно сказать что нет никого в живых два раза я видел один раз перед отъездом туда это было где-то 22 2 или 23 февраля потому что я хорошо помню что 23 февраля я дома был отметили праздник но я уже получил задание ехать туда хорошо а что это за свидетели такие вообще если документальное подтверждение активности НЛО во время не только поисковых работ в окрестностях горы от Артен но и во время похода дятлова да такие документальные свидетельства существуют они включены в уголовное дело 59 года давайте ознакомимся с некоторыми выдержками оттуда вот например уголовное дело том 1 лист 227 сообщение гражданки пигузовой начальнику иудельского отделения милиции 17 2 59 года в 6 часов 50 минут местного времени на небе появилось необыкновенное явление движение звезды с хвостом хвост был похож на плотные перистые облака потом эта звезда освободилась от хвоста стало ярче и полетела стало постепенно как бы раздуваться образовался большой шар окутанный дымкой затем внутри этого шара загорелась звезда из которой сначала образовался полумесяц затем образовался малый шар не такой яркий большой шар постепенно стал тускнеть стал как размытое пятно в 7 часов 05 минут совсем исчез двигалась звезда с юга на северо-восток техник метеоролог токарева подпись начальный гмс пигузова подпись а вот 378 лист этот протокол допрос вообще он с 378 листа по 380 вот оттуда выдержка по существу заданных опросов поясню что примерно в середине февраля месяце 1959 года я находился у себя в квартире в деревне караул новолялинского района примерно 6-7 часов утра моя жена вышла на улицу и тотчас же застучала в окно и крикнула мне через окно посмотри летит какой-то шар и поворачивается на этот крик я выскочил на крыльцо и со второго этажа дома в котором я живу с крыльца я увидел как вдаль на север удалялся большой светящийся шар величиной солнца или луну картину виденного мной я могу описать так что этот светящийся шар был похож на яркое солнце в тумане шар двигался по прямой линии далеко от нас но я обратил внимание на то что свет этого шара беспрерывно менялся в определенном чередовании красного и зеленого света вокруг которого в то же время постоянно сохранялся белый ореол в виде шара отсюда создавалось такое впечатление что это движущийся шар меняющий окраску находился в белой оболочке чередование красного и зеленого света производились периодически шар очень быстро удалялся и я его наблюдал только несколько секунд после чего он скрылся за горизонтом никакого шума от полета этого шара я не слышал и считая что шар летел от нас на очень большом расстоянии этот шар как я представляю шел вдоль уральского хребта с юга на север однако точное направление полета я указать не могу так как все это происходило мгновенно в течение нескольких секунд и на каком расстоянии этот шар находился от нас я даже не смог сориентироваться из протокола допроса карелий на листы 290 291 связи с гибелью группы дятлова следует рассказать о необычном небесном явлении которое мы наблюдали в своем походе 17 февраля 59 года на водораздельных увалах рек северной ташемки и вижаем около 7 30 утра свердловского времени меня разбудил крик дежурных готовивших завтрак 18 февраля 20 все время оскорбい и Cafe 23 hours a week 23-20 24-25 25 я выскочил из спального мешка и из палатки без ботинок в одних шерстяных носках и стоя на ветках увидел большое светлое пятно отмечу что и И дятловцы-то выскочили из своей палатки без обуви. Большое светлое пятно. Оно разрасталось, в центре его появилась маленькая звезда, которая также начала увеличиваться. Все это пятно двигалось с северо-востока на юго-запад и падало на землю. Затем оно скрылось за увалом и лесом, оставив на небосклоне светлую полосу. Это явление произвело на разных людей различные впечатления. От Монаке утверждал, что ему показалось, что сейчас Земля взорвется от столкновения с какой-то планетой. Шавкову это явление показалось не таким уж страшным. На меня оно не произвело особенного впечатления, падение крупного метеорита и ничего больше. Все это явление происходило чуть больше минуты. Уголовное дело, лист 344-й, вырезка из газеты «Тагильский рабочий», город Нижний Тагил, за 18 февраля 59-го года. Необычное небесное явление. В 6 часов 55 минут местного времени, вчера, на востоке, юго-востоке, на высоте 20 градусов от горизонта, появился светящийся шар, размером с видимый диаметр Луны. Шар двигался в направлении на северо-восток. Около 7 часов внутри его произошла вспышка и стала видна очень яркая сердцевина шара. Сам он стал более интенсивно светиться, около него появилось светящееся облако, отогнутое по направлению на юг. Облако распространялось на юго-восточную часть небосвода. Вскоре после этого произошла вторая вспышка, она имела вид серпа Луны. Постепенно облако увеличивалось, в центре оставалась светящаяся точка, свечение было переменным по величине. Шар продвигался в направлении восток-северо-восток. Наибольшая высота над горизонтом, 30 градусов, была достигнута примерно в 7 часов 05 минут. Продолжая движение, это необычное небесное явление слабело и размывалось. Думая, что оно каким-то образом связано со спутником, я включил приемник, однако приемов сигнала не было. А. Киссель, заместитель начальника связи Высокогорского рудника. Обратимся теперь к показаниям военнослужащих воинской части 6602В, которые принимали участие в поисках группы Дятлова на местности, в окрестностях горы Атартен. Уголовное дело. Том 1. Лис 262. Показания Савкина Александра Дмитриевича. 17 февраля 1959 года в 6 часов 40 минут утром, находясь при исполнении служебных обязанностей, с южной стороны показался шар ярко-белого света, который периодически окутывался белым густым туманом. Внутри этого облака находилась ярко светящаяся точка размером со звездочку. Двигаясь в сторону северного направления, шар был виден в течение 80 минут. Подобные же свидетельства дали военные. Малик Игорь Николаевич, это лист 263-264, вот тоже 17 февраля 6 часов 40 минут утро, находясь при исполнении служебных обязанностей, заметил движущийся шар ярко-белого цвета, который показался с южной стороны. Шар был ярко-белого цвета в густом тумане белого цвета и так далее. Далее то же самое говорит Новиков Александр Степанович на странице 266-й уголовного дела. Потом Анисимов Анатолий Леонидович на странице 267-й, вот она 267-я страница. Анисимов говорил, что то же самое. С южной стороны показался шар больших размеров, окутанный белым туманом. При движении по небу шар то увеличивал, то уменьшал свою скорость. При уменьшении шар скрывался в белом тумане и сквозь этот туман была видна лишь светящаяся точка. Периодически светящаяся точка увеличивала свою яркость, увеличивалась также и в размерах. При увеличении яркости светящаяся точка, которая принимала форму шара, она как бы расталкивала туман, в то же время увеличивая его плотность по краям, а затем сама скрывалась в тумане. Далее страница 209 из протокола поисковика от Монакия Георгия Владимировича. Листы 209-220 тонн первый, выдержка оттуда. Тут много, но вот меня интересует за 17 февраля. 17 февраля я и Владимир Шевкунов встали в 6 утра, чтобы приготовить завтрак на группу. Распалив костер, сделав все необходимое, стали ждать, когда пища будет готова. Небо было пасмурное, тучи облаков не было, но была легкая дымка, которая обычно с восходом солнца рассеивается. Сидя лицом к северу и случайно повернув голову на восток, увидел, что на небе на высоте неразборчиво разлилось молочно-белое размытое пятно размером примерно 5-6 лунных диаметров и состоящие из ряда концентрических окружностей. По форме напоминало ореол, бывающий вокруг Луны в ясную морозную погоду. Я сделал замечание своему партнеру, что вот, мол, как разрисовала Луну, тот подумал и сказал, что, во-первых, Луны нет, а кроме того, она должна быть в другой стороне. С того момента, как мы заметили это явление, прошло 1-2 минуты. Сколько оно длилось до этого и как выглядело первоначально, я не знаю. В этот момент в самом центре этого пятна вспыхнула звездочка, которая несколько секунд оставалась прежних размеров, затем начала резко увеличиваться в размерах и стремительно двигаться в западном направлении. В течение нескольких секунд она выросла до размеров Луны, а затем, разорвав дымовую завесу или облака, предстал громадным огненным диском молочного цвета размером в 2-2,5 лунных диаметра, окруженным все теми же кольцами бледного цвета. Затем, оставаясь тех же размеров, шар начал блекнуть, пока не слился с окружающим его ореолом, который в свою очередь расползся по небу и потух. Начинался рассвет, на часах было 6.57, явление продолжалось не более полутора минут и произвело очень непростое впечатление. Вот лист 260-й, радиограмма, посланная с места поисков. 31.03.04.00. В юго-восточном направлении Дневальный Мещеряков заметил большое огненное кольцо, которое в течение 20 минут двигалось на нас, скрывшись затем за высотой 880. Небольшой уход в сторону. Высота 880 и высота 1079 – это два холма в окрестностях горы Атартен, и между этими холмами расположена местность, именуемая Перевал Дятлова. Высота 1079 также называется горой Халат-Чахль. Но вернусь к кардиограмме. Перед тем, как скрыться за горизонтом, из центра кольца появилась звезда, которая постепенно увеличивалась до размера Луны, стала падать вниз, отделяясь от кольца. Необычное явление наблюдал весь личный состав, поднятый по тревоге. Просим объяснить это явление и его безопасность, так как в наших условиях это производит тревожное впечатление. Овенбург, Потапов, Согрин. А вот из письма Кузьминова в газету «Уральский рабочий». Пишет вам Кузьминов Николай Иванович из города Нижняя Сауда. Я являюсь постоянным подписчиком вашей газеты. Ля-ля-ля. Решил черкнуть вам пару слов в дополнение вашей публикации. Может пригодиться. В 1959 году я служил в выделе и являлся участником поиска пропавшей группы Дятлова с начала марта по мае до обнаружения последней четверки. Я являлся старшим группы военнослужащих, которые были заброшены к горе Аторте на поиске студентов. Так, пропущу там. И в заключении хочу не согласиться с выводами, что дятловцев уничтожили военные и сбросили с вертолета. Настел из веток на глубину трех метров тоже сбросили с вертолета. Мы все были склонны, что дятловцы погибли из-за явления огненного шара. В одну из ночей мы наблюдали такое явление. Нас ночью разбудил дневальный. Мы вышли из палатки и наблюдали. Через 5-6 минут у нас началось помутнение разума. У нас началось помутнение разума. Шар приближался к нам, и мы как лунатики побрели кто куда. По команде руководителя группы я выстрелил из пистолета в воздух несколько раз, чем привел в сознание, у кого началось помутнение в голове. Мы вернулись в палатку. На следующий день после этого ЧП мы дали радиограмму о немедленном вывозе нас с места поисков. Нам ответили, что это испытывается новый вид топлива водорода, и ничего угрожающего для жизни нет. Просто в это время надо находиться в палатке. Пообещали на время поисков испытания прекратить. Мы успокоились и продолжили поиски. С уважением, Кузьминов Н.И. Выдержка из аргумента и факта номер 50 за 10-12-2014. Свидетельство Виктора Потяженко. 1 апреля, когда еще шли поиски пропавших, я прилетел в район Атартена. Лейтенант из группы поиска рассказал про необычное явление. Солдаты пришли вечером в палатку, поужинали и легли спать. Дневальный читал газету, печку сторожил. Сидел, потом его аж дернуло. В палатке ярко солнце светит. Проспал. Подъем кричит. На улицу выскочил. Над головой висит громадный светящийся бублик. Солдат в палатку. Ребята, выходите смотреть. Пока разобрали все, исчезли. Кромешная тьма. Лейтенант проснулся. Стали пересчитывать друг друга. Один пропал. Выбежал на улицу в туалет. Пошли его искать. Лейтенант всех вернул обратно, чтобы не заблудились по тьмах. Пропавший потом вернулся. Он, оказывается, вышел в туалет. Увидел свечение яркое. Потом темнота. Ничего не видать. Слышит со всех сторон эхо. Его зовут. Так и стоял, пока глаза к темноте не привыкли. А вот из интервью исследователя трагедии, случившейся на перевале Дятлова под псевдонимом Навик, с Клименко В.Н. Это тоже служащий воинской части 6602, который принимал участие в поисках. Вот Навик тоже про шары его спрашивает. Вот еще про шары. Далеко они были? Клименко. Ну, вот наша палатка, как смотреть на студенческую палатку, лицом смотреть. А там вот эти две вершины, и вот ночью нас разбудил дежурный быстрее, мол, смотрите. Небольшую вставочку сделаю. Дело в том, что две вершины это у Атартена. То есть, если смотреть на найденную палатку дятловцев, то две вершины вот так не должны были быть видны. Следовательно, либо Клименко смотрел на какую-то другую палатку, либо палатка дятловцев стояла не там. И вот нас ночью разбудил дежурный. Быстрее, мол, смотрите. Навик. Но вы сами видели Клименко? Да, лично. Навик. То есть, шар поднялся, а потом опустился. Клименко. Когда мы вышли, он был посередине между этими вершинами. Он ударился, и пошли искры и гу. Такой глухой гул и протяжный гул. И все прекратилось. Навик. Огонь погас? Клименко. Да, огонь погас. Навик. А размеры какие были шара? По сравнению с солнцем, луной. Клименко. Ну, может быть, примерно такие. Навик. А где был дежурный? На улице? Клименко. Нет, в палатке. Навик. А откуда он узнал о шаре? Клименко. Вышел по надобности. Вышел по надобности. Говорит, глянул туда. Вижу шар какой-то. Навик. Шар был однократный. Больше не было. Клименко. Да, и больше вообще ничего не было. А вот из беседы того же Навика с Прутковой В.И. Пруткова это вдова Пруткова Йосифа Давыдовича. Ученого, врача, хирурга, доктора медицинских наук. Прутков в описываемое время был заведующим хирургического отделения Ивдельской районной больницы для вольно-наемных и работал главным хирургом-консультантом Ивдельлага, а также судмедэкспертом. По некоторым свидетельствам, Прутков занимался осмотром тел погибших, прибываемых с перевала Дятлова. Однако его фамилия не упоминается в уголовном деле и акты судебно-медицинской экспертизы тел погибших из группы Дятлова не содержат в себе этого имени. И вот что вдова Пруткова рассказывает. В эти дни все видели, Навик делает примечание, в Ивделе какой-то светящийся, как светится луна, только это было ночью, и днем, и утром, и вечером на склоне небосвода ближе к горизонту, треугольник. Это было далеко очень, и он был визуально размером сантиметров на шесть все стороны. Навик, он висел или перемещался? Вдова Пруткова. Он как бы был на одном месте. Навик, это было в начале февраля? Да, это было тогда, когда это случилось, и даже тогда, когда мы уже знали об этом. А был еще такой летчик Патрушев Геннадий Васильевич, 33-го года рождения, знакомый Игоря Дятлова. Вместе со своим товарищем из КГБ Сергеем Мишарином Патрушев изучал полеты НЛО в том же районе. Сергей Мишарин застрелился в бане, а самолет Патрушева разбился 22 мая 1961 года в таежном участке в 65 километрах севернее Ивделя, идеально вынужденную посадку. Номер свидетельства о смерти 11 ЮН, номер 067026. Активность НЛО в интересующем нас районе во время похода Дятлова, гибели группы Дятлова и во время поисковых работ свидетельствует о том, что НЛО каким-то образом связаны с гибелью группы Дятлова. И если не рассматривать подробно все узлы трагедии, то произошедшее может выглядеть случайностью. Отправились в поход, столкнулись с чем-то неведомым, неведомое как-то на них воздействовало, погибли. Однако, когда начинаешь пристально распутывать каждый узел произошедших событий, сюжет выглядит несколько иначе. НЛО. Да, НЛО в виде различных летающих шаров или как их попсово называют огненные шары, хотя я не думаю, что они имеют что-то общее с огнем. Неоднократно замечаются и поныне на Северном Урале, некоторые даже говорят, что они там как на работу летают, особенно вот в тех краях, где Вижай, Ивдаль и Атартен. И в массовом сознании как-то НЛО, неопознанный летающий объект, этот термин прочно связался с инопланетянами, пришельцами из космоса. Насколько справедливо такое утверждение? Про НЛО летчик Патрушев много расспрашивал у местного населения, народа Манси. Манси рассказывали Патрушеву о богах, которые живут в горах, которые являются в неких сверкающих одеждах. И вот НЛО это проявление этих богов. До прихода в эти края русского населения там обитали Манси. Еще раньше до Манси там жил таинственный народ Чудь, который куда-то делся. Примерно с 17 века в курганах, в городищах, на Урале находят фигурки, украшения, которые ученые современные приписывают Металлургам Манси. Но сами Манси от этого открещивались и говорили, что эти фигурки остались от Чуди. Народ Чудь-чудь белоглазый. Очень интересная вещь. Ученые говорят, что Чудь это такой финно-угорский народ. Между тем, по преданиям Чудь это несколько другое. Чудь можно сопоставить, например, с эльфами или японскими Карапакуру, или вот еще известные в былинах змеи. На каком-то этапе этот народ сосуществовал с обычными, так сказать, людьми. Вот, к счастью, в преданиях Ирландии очень подробно это освещается, как люди взаимодействуют с какими-то более древними народами, в частности, Туаха де Данан и Фомойри. Вот потом эти Туаха де Данан и Фомойри, они постепенно смешались. Затем был некий ускользающий, от моего понимания, исход, уход этих народов куда-то в подземные жилища, как говорят предания. Но это предание, это трактовка человеческая уже, а куда ушли эти народы на самом деле, я понять не могу. И вот, условно говоря, эльфы уходят в холмы, под землю. То же самое происходит с Чудьей, Чудьей Белоглазой. В некоторых северных районах ее еще называли панами. И вот эти паны, они тоже на каком-то этапе сосуществования с обычными людьми, чуть уходят под землю. То же самое Карапакуру, японские, это предшествующее население, даже вот там, где Токио сейчас, там жили Карапакуру. Эти Карапакуру были маленькие. То же самое эльфы были маленькие и Чудь была маленькая. Ну, не то, что совсем махонькие, как нам вот рисуют в мультфильмах фей, таких махоньких с крылышками. Феи, фейри, это тоже, что эльфы, в принципе. Им был, скорее всего, присущ подростковый рост. Вот на Старославянском их бы называли Отраками. И сейчас я вам покажу картинки этих фигурок, которые манси приписывают Чуди. Фигурки эти в большом количестве опубликованы. Я буду показывать картинки из книги Д.Н. Анучина к истории искусства и верований у приуральской чуди. Издание 1899 года, московского издания. Сам Анучин трактовал эти фигурки, как изображение птиц. Я нарочно не стирал эти примечания Анучина, его трактовку этого дела. Вот он пишет. Изображение летящей хищной птицы с человеческим лицом на груди. С обращенными к этому лицу драконими головами и с фигурой ящера на хвосте. Найдена близ деревни выставка Березняки Чердынского уезда. Я вижу какой-то, ну я бы сказал, что это летательный аппарат, но сходство пока весьма отдаленное. А вот, как пишет Анучин, изображение птицы о трех головах, из коих боковые, человечьи и с человеческим лицом на груди. А вот вам современный реактивный ранец. Вот давайте я попереключаю, чтобы было более очевидно. Вот Чудская фигурка. А вот человек в реактивном ранце. Вот тут сопла, баллоны. Тут тоже сопла, баллоны. Посмотрим еще. Вот такая вот медная круглая бляха с нацарапанным на ней изображением птицы с тремя человеческими головами. Ну я как упорно не смотрю, я не усматриваю вот в этих, опять же, характерном этом изображении птиц. Я вижу опять какой-то, я вижу опять какой-то летательный, возможно, костюм, вот у него тут, либо два баллона за плечами, либо две турбины. Сразу давайте смотреть на ранцы. Вот современные реактивные ранцы. Вот такой ранец есть. Вот есть с крыльями. Вот тоже любопытнейшее изображение, тут их два даже, но я уже не буду читать комментарии Анучина, у него все, летящая птица это, это летящий орел. Ну вот давайте внимательно сначала левое рассмотрим. Я тут птицу не вижу, я вижу опять же, ну тут два ушка, наверное, для подвешивания. Но это отсылка к тем баллонам или соплам, которые за плечами у тех, кто на реактивных ранцах. Вот они, вот такие бывают разные модели. Я просто, что подобрал, то подобрал. Вернемся к этой фигурке, тут ясно просматривается, вот фигура человекообразного существа, расставлены руки, руки держатся за такие штучки на крыльях. Вот эти крылья. Тут однозначная трактовка. Кстати, также руки держат и дельтапланиристы примерно. Посмотрим вот рядом изображение. Здесь тоже в середине этой конструкции с крыльями человекообразное существо, ну, человек пусть будет. И вот эти крылья, они явно раскладные, как веер. И раскладываются они не просто так, а вот по такому каркасу. Ну, для Анучина это изображение летящего орла. Это, надо полагать, тоже летящий орел. Снова человек такой держится за крылья. Опять вот эта вот конструкция характерная. Рама как бы, и по ней раскладываются крылья. Вот снова, ну, тут уже стилизовано под, действительно, птичьи головы, но снова как бы три баллона, скажем так. Снова видим два баллона по бокам и посередине один. И в середине уже лицо как бы в шлеме. Причем эта голова в шлеме, она встречается и на других фигурках. Вот, скажем, тут тоже отдельно стоящая фигурка, голова в шлеме. Но нам говорят, что это не шлем, это головы лосей. В самом деле стилизовано под лосей, ну, лоси так лоси. А вот это уже не скажешь, что оно стилизовано под лосей. Ну, по Анучину это человеческая голова, обрамленная головами драконов. А как по мне, это вполне голова в шлеме, это голова пилота какого-нибудь. Причем, смотрите, как вот сделано интересно тут подбородок такой рифленый. Вообще, эта конструкция очень напоминает велосипедный шлем. Вот тут такой ароматизатор сверху. Вот еще любопытная фигура с клешнями, вот руки с клешнями и голова более чем странная. Вот к этим рукам-клешням мы вернемся позже, через несколько выпусков этой передачи. А вот как на фигурках того же типа изображены различные животные. Это Урал, напоминаю, Урал. Мы видим носорогов, мы видим различных животных, которые явно доисторические. Вот, например, кстати, вот фигурка какого-то ящера, может быть, крокодила. Фигурка всадника женщины на лошади. Современно у Манси, например, нет лошадей, они оленеводы. Но в сказаниях Манси почему-то есть богатыри в броне, на лошадях, то есть либо сказания отражают прошлое Манси, либо Манси переняли сказания у какого-то другого народа, который имел лошадей и носил броню. Ну вот, явно те, кто отливали эти фигурки, они были знакомы и с лошадьми, и с изображенными животными. Вот еще одно изображение лошади. Вот характерный очень для этих фигурок образ, странные такие вот существа. Анучий называет их дивовищами. Но что это за существа, непонятно. Вот любопытная фигурка, которую Анучий написал как небольшое изображение ящера с сидящим на ним человеком. Ну, я с большой натяжкой могу назвать сидящее на ящере существо человеком. Это не человек, это какой-то рептилоид, что ли. А вот еще изображение самое чудесное, на мой взгляд. Вот сидят два таких чудика странных на ящере большом. Внизу изображены опять же древние животные. Причем вот это вот, это ихтиозавр. Нам ученые говорят, что динозавры и ихтиозавры вымерли в черте когда. То есть, либо эти фигурки относятся к тому же времени в черте когда, либо динозавры вымерли, во всяком случае, на Урале не так уж давно. Вот как подружить представление ученых с этими фигурками? Эти фигурки это данность, они существуют. Конкретно эти фигурки сфотографированы в 19 веке. Вот еще тут явно нечто подобное Трицеротопсу. Это тоже может быть похоже на Трицеротопс. Но вот это сто пудов то, как в книжках рисуют Трицеротопсов. Вот такое еще какое-то существо. Такой подпись изображения ящера с рогом. А вот здесь, как мне кажется, изображен тоже некий костюм для полетов. Причем вот это сопла и из них вырывается пламя. Вот мне так кажется. Как трактовать эти фигурки? Кто создал их? Я не знаю. Если бы те, скажем так, буду говорить прямо, пилоты летательных аппаратов, изображенные на этих фигурках, их уровень технологий выше, чем уровень технологий этих фигурок. Кто сделал эти фигурки? Не понятно. Те мастера, которые отливали эти фигурки, стояли на более низкой ступени развития, нежели то, что они отливали. Как мне кажется, над Уралом наблюдались полеты не только огненных шаров. Кстати, мы же не знаем, как выглядели эти пилоты в костюмах во время полета. Может быть, они включали какую-то маскировку и издалека выглядели, и для внешнего наблюдателя выглядели как раз светящимся шаром. В связи с этим очень любопытно исследовать пласт народных преданий, быличек, вполне славянских, об огненных змеях. Огненные змеи, они же не змеи, не змея и не рептилия. Огненные змеи это нарицательное слово. Змеи, они летали, при этом по описаниям летящий змей, он выглядел как, ну, некоторые описывают его как коромысло. Но вот коромысло, оно тоже похоже на ранец, как раз реактивный ранец. Прилетая к человеку, огненный змей снимал некие крылья, и он выглядел как человек. Причем огненные змеи могли выглядеть двойниками реально существующих людей. Например, есть древнерусское сказание о Петре и Февронии, и там описывается, как змей выдает себя за князя. И когда змей, а брат князя, Петр, разоблачает его, ранит, и змей брыжет на Петра какой-то жидкостью, от которой Петр за немоги его потом лечила как раз и Феврония. Она его лечила некой штукой под названием кисляджа. Что за кисляджа, я не знаю, но после того, как на Петра попала жидкость, Петр покрылся язвами и не мог излечиться. И вот эта кисляджа, она излечила Петра, но секрет приготовления кисляджи знала только Феврония. И Феврония заключила с Петром договор, а Петр-то стал потом сам князем. А Феврония с ним заключила договор, что вот я тебя буду лечить этой кисляджей, а ты меня бери в жены. И таким образом она постоянно лечила Петра кисляджей, чтобы он не покрывался язвами. Но из области легенд и сказаний вернемся к дятловцам, хотя к преданиям мы еще будем возвращаться. Сегодняшняя передача о перевале Дятлова только начало серии дальнейших наших обсуждений этой темы. Будем пробовать смотреть на разные аспекты произошедшей трагедии под непривычным ракурсом. Надеюсь, постепенно перед нами будет хотя бы в общих чертах проявляться правильная картина произошедшего. Настолько верной, насколько позволяет судить общеизвестные сведения на эту тему. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok